Да, я понимаю, Непруха. К сожалению, я понимаю. Ты живёшь вакууме и дольше... Я видел статистику, что конкретно у нас цены растут значительно сильнее, ну, кроме уж совсем дурнявых стран, в которых прям вот страны уровня четвёртого мира, где вот всякие катастрофы происходят. То есть, грубо говоря, даже если рассматривать среди Тир-3 стран, даже в этом плане у нас всё очень грустно. То есть тенденции к тому, что наши цены растут, очень-очень-очень-очень быстро. Даже на фоне остальной мировой экономики. Привет, Мэнни. Да мы тут разбираемся. Нас тут... Выяснили, что в России всё хорошо. Вот пытаемся до конца прощупать. Вот. Не-не-не, Стокер. Я просто... Как это выразиться-то? Пока что я просто услышал из всех твоих ответов фразы уровня «А у них негров линчуют». Я всё жду, когда начнутся какие-то более... Более адекватные попытки изменить концепцию. Чтобы было о чём подискутировать. Ну, я не знаю. Может быть, Год Вард? Собственно, обычно это происходит с людьми, которые просто пока ещё... Ну, на эту тему у Кровостока есть хорошая песня. Вот. Блин, как же она называлась-то? Сейчас, подождите, я скажу. А, да, Кровосток, думай, позитивная. Сейчас. Вот. Вот там вот это было хорошо. Тебе не страшно, только потому что тебя пока ещё не пугали. Ты веришь в Тане. Ты не видел то видео, где её в три смока ебали. Ты безмятежен. Ты не интересовался своими анализами крови. Ты парень-счастливчик, пока анальгин помогает тебе от боли. Ты оптимист. Ты не слышал, как шипит на коже расплавленный свинец. У тебя крепкий сон. Ты не снимался в снаф-муфе, где к трупу пролеп леденец. Ты в хороших самим собой. Тебе не приходилось грабить стариков. Твой пульс ровный. Ты не срезался с людей скальпы ради элитных париков. Это, конечно, понятное дело, что здесь очевидная гипербола в песне. Но концепт примерно такой и есть. Ну, не знаю, Стокер, а ты... Стокер, а кем ты работаешь, если не секрет? Сейчас будет в пол. Ну, я бы не сказал. Не все, Годвард, ты не прав. А здесь ты далеко не прав. Не, я говорю, я очень долго сам был лоялистом. Так мы говорим не про образование, Стокер. Я спросил, кем ты работаешь. Очень мало людей попадают в прекрасную ситуацию, где могут поработать по образованию. Ну, вот. Что-то как-то ощущение, что скоро Нургли получит мага. Ну, Годвард, даже среди военных все не так просто. Есть у меня один знакомый... Ну, не военный, а... Из военно-морских сил и так далее. Вот. И не сказать, что там люди... Ну, я лично по нему, по крайней мере, смотрю... Такие уж лояльные. Там тоже люди, мягко говоря, недовольны. Вот. То есть ты экономист-бухгалтер по образованию. Я с ней работаю по профессии. Окей. Честно говоря, от этого твое мировоззрение становится еще более запутанным, но да ладно. Видимо, я чего-то не понимаю. Стокер, а ты знаком с исследованиями? Что в странах, где, ну, собственно говоря, не очень хорошо с правами людей, со свободами, с рабочими институтами и так далее, обычно и не очень с экономикой. Ну, единственное исключение Китая. И, собственно говоря, понятно почему. Вот. Я не знаю, насколько это относится к твоей профессиональной деятельности. Ну, вот. Ну, что-то, конечно, да, я не спорю. Разговор со стокером хорошо вводит в депрессию, как бы даже сильнее, чем выборы. Стокер, а ты-то ходил на выборы? Если да, то за кого ты голосовал. Если это не секрет. Я знаю, что у нас есть тайны голосования. Я исключительно для общего развития интересуюсь. Ну, как хочется сюда поставить зверя. Такая красивая точка для постановки зверя. Блицешник сюда, вставание зверя. Тыр-тыр-тыр. Так, ты ходил на выборы. А остальное? Или это тайна? Можно спрашивать, когда ходил на выборы. Ну, ты не прав. Мой батя, например, по некоторым... Скажем так, из-за некоторых дел ему пришлось пойти все-таки в субботу, а не сегодня. Так что у меня к нему мало претензий. У моего батя действительно просто не было возможности. Он сходил в субботу. Вот с мамой я сегодня маму привел на выборы. Вместе проголосовали. За кого я голосовал? На выборы в Гордуму и на выборы в Госдуму по одномандатнику я голосовал за кандидатов от Справедливо-Росов. Ну, и честно говоря, ни одного приличного кандидата не было, поэтому я особо не парился и выбрал кандидата от умного голосования. А на выборах по партии я выбрал КПРФ. В общем, тоже по вполне понятным причинам. Неплохой маг, хоть и не гениальный, но в принципе Агила должна добегать. Ну, вот. Стокер, я немножко сейчас тебя, наверное, могу удивить. Правящая партия как бы у власти уже примерно, ну, 20 лет. И как бы у них было довольно много, как бы, времени на то, чтобы реализовать любые планы. Вооооот. И да, учитывая, что последние 6 лет у них было конституционное большинство в Думе. В общем, ты меня немножко удивляешь. Вот. Ну, не знаю, пока, пока Лука хорошо сопротивляется, не пруха. Я даже удивляюсь, что его колхозная смекалка так долго не дает сбоев. Сложный вопрос. Я начинаю иногда сомневаться, что захватим прям. Ты не видишь изменений за 20 лет? Давай уточним так. К первым 8 годам Путина у меня довольно мало вопросов. К следующим 4 годам от Медведева у меня тоже не очень много вопросов. А вот что-то последние 8 лет, даже уже, в общем-то говоря, 9 лет, говорят скорее о том, что ребята уже не знают, что делать. Понимаешь, о чем я? То есть, мне кажется, что кредит доверия, полученный за первые лет 10-12, уже несколько истрачен. И то, что происходит последние, как бы, 8-9 лет, сильно перекрывает все хорошее, что было до этого. Вот я так думаю. Ну, я не спорю, Годвар, это был пиздец. Честно говоря, даже у меня, будучи тогда довольно молодым человеком, это вызвало... холодок. Я бы так это объяснил. Так что, в целом, в общем, это... Ну, в общем, последние полтора срока Путина не радуют. Честно говоря, вообще мало людей, представляю, которых оно может радовать. Ну, кроме всяких ребят, типа Сечина там и вот это вот все. А насчет того, что там Стокер хорошо сказал, что это меньшее зло. Но есть одна маленькая деталь, ребята. Нынешняя власть устроена так, чтобы, в принципе, порядочный человек или хороший специалист не мог участвовать в выборах. Ну, вот концептуально так построено. То есть, грубо говоря, когда у тебя остается выбор между ядром ЛДПР и, там, справедливо-россами, это не потому, что в стране больше некого выбирать, а потому что, как бы, никого больше не допускают. То есть, если ты честный, порядочный или профессиональный человек, ну, как бы, тебе тут не место. Вот. Да, это тоже правда, Судакович. Ну, типа, размышления уровня Стокера, это примерно как... А вот у нас были Intel Pentium 1, а при Путине теперь Intel Core i9. Ну, Владимир Владимирович к этому мало имеет отношения, честно скажем. Это как в старых шутках про партию и Ленина, вот. Ну, у Лукашенко все-таки всегда была какая-то козырная карта, а-ля... Ну, я не отдаю вас России, хотя я не уверен, что она должна была работать долгое время. Ну, а потом все стало совсем понятно, да. Не спорю. Как бы, после последних выборов в Беларуси, там как-то уже обсуждать особо нечего. В плане, там такой беспросветный уровень тоски. Ну, вот. Что, в общем, не прибавить, не добавить. Ну, в общем, в общем, конечно... Ну, вот, знаете, никогда не ожидаешь, кто тебе будет толкать такие речуги. Ну, вот. Я как-то вот пару раз читал стокеров в чате, у меня никогда не было ощущения, что вот... Что все обстоит вот так вот. И очень важно повалить, потому что если не валят, гол на три порядка сложнее. Не повалил. Ну, вообще, скорее всего, да, Судакович. Притом, я думаю, что все-таки рано или поздно мы объединимся с Беларусью. И... Начнем перенимать братский опыт. А это совсем грустненько, учитывая то, что происходило в изоляторе на Окрестино и не только. Честно говоря, от одной мысли, что, как бы, такое может происходить в 2020-2021 году, ну, как бы холодок бегает по спине. Ну, и практика говорит, что, скорее всего, так и будет. Привет, вагон. Ну, понимаешь, Фламе, все-таки мне кажется, что... По той информации, которую я аккумулировал за это время... Кстати, опасные 2.0 могут быть. Ощущения же пансионеры не так сильно повлияли на выборы. Ну, то есть, у всех сложилось вполне четкое ощущение, что и как. А после той трешачины, которая пошла, то, как бы, там все... Идеальный скаттер. Там все стало совсем тоскливо. Ну, вообще, Судакович, вполне вероятно, что да. Ну, то есть, я, например, нисколько не удивлюсь, если реально модерация интернета дойдет до того уровня, что могут постучать и к Ситару, и ко мне, там, не говоря уж о более таких... Крупных блогерах, вот. Это не кажется чем-то невозможным. Это, скорее, кажется, вот... Это вопрос не возможности, а времени. Вот так я бы это описал. Это самое грустное. То есть, мы-то и так уже живем откровенно в диктатуре? То есть, у нас уже не авторитаризм, у нас уже откровенная диктатура. Просто вопрос, насколько далеко это зайдет. Ощущение, что очень далеко. Стокер, когда лет через... Ну, что, лет через пять? Нет, я думаю, раньше. Когда через пару лет, например, не сможешь зайти в Бладбол, потому что его не будет в реестре разрешенных IP, как бы... Вспомни сегодняшний разговор, ладушки. Вспомни сегодняшний разговор, ладушки. Хороший пробой. Правда, конечно, с таким счетом Фламя просто не успеет. То есть, непруха заткнет третий. Максимум, если у Фламя пройдет пробой, можно будет поиграть на 3-2. При самом позитивном сценарии. При том, что надо бы еще на мяч добить. А пока такой возможности, как таковой, нет. ББ-пушка японская со спецснарядом. Ее стоит использовать? А это какая? В смысле, God War. Разница в том, что если мы с тобой будем нарушать закон, мы сядем. Как минимум, это хорошая причина не нарушать закон. А, где ББ-пушка со шрапнелью? Это худшая ББ-пушка в игре. Абсолютный мусор. Да, это полный мусор, чатук. Никогда ее не использую. В ней нету никакого смысла. Неприятно. Здравствуй, Тайгер Боллс. Насчет корпорации Монополии ты немножко преувеличиваешь. Давай, скажем так, хорошо вооруженная и хорошо... Условно хорошо координируемое бандформирование. Вот это больше похоже на правду. По крайней мере, это сочетает в себе значительно больше признаков. Корпорация все-таки располагает как-то к большей трудовой этике и уровню технологий. Вот. И меньшему уровню насилия, наверное. Я думаю, что это плохая мысль, Бадвар. Сразу... Сразу ее осуждаю со всех сторон. Это плохая мысль. Оно так не работает. Насилие, к сожалению... Крайне неэффективный инструмент, особенно в руках одиночки. Вот. Синдикат красивое слово. Неплохое, да. Немножко рискует. Непрухое. Я понимаю, что фламя немножко далековат. Там таклом не так просто ударить. Но если вдруг залетит... Понимаешь, в идеале... В идеале... В идеале... Надо вот проводить разъяснительную работу, например, с такими людьми, как Стокер. То есть действительно брать и объяснять им, как все работает. Та-та-та-та-та. Понятное дело, что тот же Стокер сейчас после разговора не передумает. К сожалению, скорее всего, он передумает, когда конкретно с ним произойдет какая-то говнина. Вот. Это, конечно, тоже не очень радует, но что поделать. Но если человека можно попытаться переубить, надо заниматься просвещением. Не факт, что оно будет работать, но как бы... Ну, по сути, есть два варианта. Либо валить из страны, либо пытаться заниматься агитацией и просвещением. Правда, учитывая закон о просвещении, не уверен, что скоро можно будет заниматься просвещением. То есть я вообще не удивлюсь, если у нас как бы из-за этого начнут сажать. Привет, Тария. Вот. Ну, Стокер вроде не совсем молодежь. Ну, в смысле, у него уже дети есть. Какая из него молодежь? Вот. Не, ну, в смысле. Есть еще самый... Есть более простой путь, чем валить из страны или заниматься просвещением. Можно уйти во внутреннюю эмиграцию. Ну, то есть абстрагироваться от политики и плыть по течению. Не обращать внимания на то, что происходит. Ну, вот как... Как Стокер, например. Ну, это правда непруха. Люди, к сожалению, не очень понимают, что такое свобода. Я думаю, что все-таки наибольший момент, когда люди начнут потихоньку просыпаться, когда начнут забирать свободный интернет. Не как сейчас, а уже прям по-серьезному. Потому что, пожалуй, свободный интернет это то немногое, что успело пощупать энное количество россиян. Вот. Не уверен, насколько я прав, но вот есть у меня такое ощущение. Ну, наши же тоже могут взять китайское ПО, наклеить на него русскую наклейку и сказать, что это инновационные технологии MyEz. Ну, вот. Собственно, они и сейчас этим занимаются. Ну, пока еще не совсем забрали фламе. нет, ну, Тария, понимаешь, в чем дело? Сейчас все-таки еще есть какая-то иллюзия свободы интернета. А когда начнут, например, банить какой-нибудь условный YouTube или какой-нибудь условный TikTok или еще что-нибудь подобное, ну, когда ударят по тем вещам, которые люди используют 24 на 7, тогда будет более яркая реакция и понимание. Ну, правда, стоит признать, что люди, которые сидят там, все-таки не совсем конченные дебилы. То есть, например, вот они и забанили Google Doc'и, видимо, кому-то с утра дали пизды и Google Doc'и утром вернули. То есть, примерно есть ощущение, что как бы есть понимание грани, когда, которую переступать пока не стоит. Ключевое слово пока. То есть, как бы, конечно, понятно дело, что же обезьяне, понятно, что Google Doc'и банить было нельзя. А вот. Правда, какое-то обезьянье это, конечно, нисколько не помешало по итогу, как получилось. Ну, Мэнни Стэн Ферм. Звучит это, как пердеж старого деда, извини уж, пожалуйста. Не то, чтобы я любитель ТикТока, но не он главный проводник деградации. Ну, Тарри, я тебе говорю, пока что все это делается в таком... Как правильнее объяснить-то? Ну, это не что-то тотальное, не Чебурнет 2.0. Обычно это вещи, за которыми следует какая-то задняя или какой-то компромисс. вот когда произойдет что-то действительно бескомпромиссное и большое, тогда посмотрим. Ну, это я к вопросу о восприятии людей, о свободах. Понятно, девушка в стране хватает людей с риторикой уровня нахуй не нужен мне ваш интернет, вот. Понятное дело. Ну, Грю, из общедоступных мировых свобод, пожалуй, интернет единственный, который у нас пока может таким как-либо считаться. Нет? Ну, может, я не прав, может, есть что-то еще, мне просто скажут, что только это. Могу быть не прав. Ну, вот я, например, концептуально, как сказать, концептуальная идея ТикТока, к слову, не такая плохая. То есть, я, например, сам ТикТок не смотрю, но я смотрю те же шортсы на Ютубе. Мне они как-то удобнее просто. Каждый и каждый дрочит как он хочет. Тарри, ты ходил на выборы? Ты голосовал? У нас основная это тема сегодняшнего стрима. Хрустим за выборы. Я сейчас еще очень стараюсь не подъебывать стокеры. Прикладываю к этому усилие. молодец, Рэнди. Надеюсь, не за Единую Россию. Ну, блин, даже ЛДПР лучше единороссов, ребят. Конкретно на этом голосовании я даже готов проживать то, что кто-то голосует за ЛДПР. Ей-богу, если в бюллетене у меня будет выбор между Люцифером и Морнингстаром или, например, собакой и единороссом, то я выберу собаку или Люцифера. Вот. И не могу сказать, что моя совесть будет как-то дико от этого страдать. Нет, не ходил. Окей. Понятненько, Тарри. Жаль. Жаль, что ты не видишь в этом смысле. Знаешь, Рэнди, это звучит так. Все, у нее ни одного шанса. Какой это опыт и образование. Мы тут таких не любим. Добрый Флэмми. Мне просто кажется... Да нет, нет, Тарри. Мне кажется, что скорее на тебя сработала агитация единой России провластная. У них как раз агитация на то, чтобы люди, которые... Чтобы люди, которые не поддерживают их тягу к безграничному сами знаете чему, теряли силу и надежду. Не могу тебя за это винить. Я сам двигаюсь в этом направлении. Откровенно говоря. Я где-нибудь лет через пять Тарри, может быть, тоже вот, когда Путин выйдет на очередной срок, буду ходить грустный, будто член сосал невкусный. Просто пока это не случилось. Забавное шальнее пять-шесть в красное. Ну, фламен ну, бас просто, ребят, слушайте. Так один раз случайно взял чемпионство. Тарри же инагент или уже вернулся? Охрен его знает. Да ладно, ребята, вот вы тут все что-то как-то это обсуждаете, депрессуете, тра-та-та. Вот стокер ничего как бы объяснил, что мы живем в стране возможностей. Вот. Когда огласят результаты, ну, полные результаты, скорее всего, огласят завтра, а так, ну, как участки закрываются, потихоньку начинает выходить информация. Ну, я тоже настроен крайне депрессивненько на все это.